МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Пассивная компания выходит на финишную промою, пирожко дободай одиноя, умовы на дворья. Все предстоять пандемии и не поддаваться панице. На пытание нашего корреспондента отказал уголовный урач областной инфекционной больницы Сергей Бирыч. Всябровская поддержка. Мазырские предприятия заработали полезные подарки санитарной службе города. Разумники и разумницы. У Гомеля прошел заключенный этап Республиканской олимпиады по физице и астрономии. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сельское господарское предприятие Гомельское области протягивают сяубу кукурузы и гречки. Бо да и самая великая проблема – недохопы вильгати, у некоторых господарках дожоу не было уже некольки тыднев. Наши корреспонденты ознайомились с ситуацией в Речицком районе. Еще зусим недавно на этом поле у Ксуп-Дземеховская плановали вырастить люцерну. Раслины навод поспели узысти, а ле моцные вятры перутворили 50 гектаров палетка у аналах пустыни. Цепер тут плануется посесть кукурузу, а ле гэта – додатковые затраты. И такая ситуация не только у гэты господарцы. Те буры пищеные, которые были, они не могли в нашем районе не сказаться, так как мелкосемянные культуры, такие как травы, посеянные порядка 300 гектар, нам придется пересевать. Яровые, они все повыходили, немного слабше, их немного позадувало, но нормально, повыходили, все хорошо. Что ты же садажжу, то в Рыжинском районе яны у Апошнишас пройшли не усюды, и явно у недостатковой колькасти. У Ксуп Дзержинский Агра опадки выпали только одной, что хоть и оказалось тановчий уплыв, а ле кардинально ситуацию не изменила. По усилеким выпадку, знайсти место, где зараз проводятся работы, не складана. Сухий пыл уздымается уверх на некальки метров. У гэтым ходзю господарцы хапая и удобрэнню, и химикату для просовки. А ле без вильгаць и у глебе эффективность их выкарыстання снижается. Первые посевы, они страдали вообще до дождя. А так, ну, сходит все, но качества и уже урожаяς того не будет. Поэтому сделано очень много работы, и работа вроде перечеркнута уже напополам, а дальше, если не будет дождя, так вообще не понятно, что. Так, все посевы вроде более-менее терпят. Ну, повыдувало, где под сеном многолетние травы, не видно их сходов, потому что, кто их знал, взойдут, не взойдут, что они не понятно. Желтый колер квитнеющих арабсу приемно радует вока. А зимы все лето недренно перезимовали, и, калі хопить в вильгаці, можно будет различовать на добрый урожай. А праша того, все лето повеличили посевные площади под кукурузу и грешку. У тем же Дзержинским Агра планы посев беогатых культуру выканали уже на 100%. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Рыжевский район. Коронавирус – тема номер один у свете. Любая тема, якую активно обмярковывают широкие массы, рано чи поздно начинают бросать чутками. Недохоп ведал, расповсюджывание недокладной информации выкликает сяродносельництво панику. Але медики зауседы готовы супредстоять мифам об ситуации с инфекцией в регионе. Головный урач областной инфекционной больницы Сергей Бириш отказал на питании нашего корреспондента Миколая Скинтияна. На сегодняшний день в инфекционной больнице в нашем учреждении находится 161 человек на утро сегодняшнего дня. Конечно, динамика ежедневно меняется. Есть пациенты, которые поступают к нам по направлению из центральных районных больниц Гомельской области. Есть пациенты, которые выписываются. На сегодня доставки еще не было, хотя заявлено, обычно это осуществляется по предварительной договоренности, заявлено уже на госпитализацию сегодня 8 человек. Пока ожидаем. Но выписка после обхода уже определились с количеством выписываемых пациентов. На сегодняшний день выписывается 24 человека. 20 выписывается домой, трое переводится на реабилитацию в живицу. И один пациент выписывается с положительной динамикой в кожный нейрологический диспансер, где организована помощь таковым. То есть цифра практически в течение недели, она не меняется, где-то остается плюс-минус такой же. И при этом учтите, что коечный фонд больницы составляет 226 человек. Возрастной состав разнообразный. Есть и дети, были и совсем маленькие дети. И есть люди, которые достигли 90 плюс-минус возраста. То есть какой-то определенного возраста для такой инфекции не существует. Оказана помощь всем, кто в ней нуждается. В критическом состоянии в данный момент в нашем учреждении пациентов нет, хотя в реанимации находятся 5 человек. Назовем это состояние тяжелым. Все пациенты, которые находятся у нас сейчас в отделении реанимации, не только они получают кислород, ингаляцию кислорода, в других отделениях, за исключением реанимационного, у нас тоже сделаны накануне буквально начало поступления в стационар больных, сделаны дополнительные точки доступа к кислороду, поэтому кислород они получают и в другом отделении. В данный момент на искусственной вентиляции легких пациентов у нас нет. В целом, как вы оценили бы ситуацию с коронавирусом в регионе? Как медицинский работник? Ну, по поводу ситуации в регионе более подробный ответ, наверное, вам ответил бы Центр гигиены и эпидемиологии. Но я буду говорить на основании того, каких пациентов нам присылают, как я уже говорил, из центральных районных больниц. Сказать, что какое-то массовое поступление, не могу. Бывают дни, когда больше поступают, бывают дни, когда меньше пациентов направляется к нам на госпитализацию и из райцентров. Но в целом, сказал бы, есть какая-то стабильная такая цифра, которая на сегодняшний день колеблется в пределах определенного коридора. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, здорового образа жизни, этих мер на сегодняшний день достаточно? Ну, это те меры, которые применяются не только у нас, а на всей планете. Мы следили за тем, как развивается ситуация в других регионах, странах. Точно такие же правила, как там, так и у нас. Масочный режим. Санитайзеры во всех общественных местах публичных, магазинах, транспорте. Ничего тут сверхъестественного нет. Мы пользуемся и рекомендуем пользоваться так же, как рекомендует пользоваться этим везде. Это актуально. Пользоваться надо, соблюдать социальную дистанцию. При всем при этом хочу напомнить, что маска оберегает не того, кто ее носит, а окружающих людей от того, кто одел маску. Ну, а если в популяции будут все пользоваться масками, то, конечно же, вероятность передачи вируса от человека к человеку значительно уменьшается. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Парцевники санитарно-эпидемиологичной службы так само на первом рубеже в борьбе с коронавирусной инфекцией. Им так само необходна поддержка, как моральная, так и материальная. Продприемства региона разумеют это и за все до готовые подставить Сябровское плячо. Мозырский НПЗ подарил эпидемиологам города новый генератор холодного тумана. С его допомогой опрацовывается спецтранспорт. Дякуючи поддержку предприемства, поляпшается так само и на вуково-доследшая база санитарно-эпидемиологичной службы. Мозырское предприятие «Совхозкомбинат Заря» оказало большую помощь в совершенстве лабораторной базы для того, чтобы мы смогли увеличить плановую мощность нашей лаборатории по исследованию диагностического материала на ковид. Самое кемлевое и разумное в Беларуси завершился заключенный этап республиканской олимпиады по 19 в учебных предметах. Учера отбылся территичный тур, сегодня практичный. Складанная эпидемиологичная ситуация унесла серьезные коррективы у их организацию. Треба было продугледить все до дробязев. Як справился с интеллектуальными и санитарными задачами Гомельский областный институт развития адукации, доведилась Марина Джалая. Все лето коррективы были унесены не только для удельников, но и для журналистов. По рекомендации Министерства адукации, с дымки аудиторых заборонили. Все, что отрималось, это снятие, пошние моменты приготовления для интеллектуального споборничества. А началось оно с вымерения температуры удельников и наставников. 36, 36, 3, 36, 5. Безконтактный термометр, даже таки же, как и на уходе в Институт развития адукации, дает мягчимость провести медагляд максимально худко. И это не все, что сделано для безопасности у дельников Олимпиады. В Олимпиаде допущены только учащиеся 11 классов и только имеющие медицинское заключение об отсутствии заболеваний. Далее, к участию в турах не допускается ни один учащийся, не прошедший утренний фильд, то есть термометрия, визуальный контроль медицинского работника. Тщательнейшей обработке подвергаются все учебные аудитории и помещения, в которых проживают участники Олимпиад и сопровождающие их лица. Также уникальность этой Олимпиады в том, что каждый учащийся проживает в отдельной комнате. Таким образом, я могу смело заявить, что участники нашей Олимпиады здесь, в стенах нашего института, находятся в более безопасных условиях, чем они находились в своих учреждениях образования, в своих домах. Сегодня у Гомеля прошла Олимпиада по физице и астрономии, у Мазыры по пяти замежных мовах. Остатние дисциплины размирковали по других регионах краины. Удельничали, до речи, снова за пандемией только 11-классники, для которых перемога – шанс облегчить себе выпускные и уступные экзамены. Рыхтоваться многим пришлось дома, дистанционно. В классе 9-10 преподаватели принимали активную участие, а в этом году я уже больше сам заинтересован, тоже сам пытаюсь искать, что-то делать. Для физика, например, до практичного тура подрихтовали интересные материалы. Трубочка, как для сока и пластилин. Все это для проведения эксперимента. Мы подготовили детям наборы, которые есть в каждой школе, в кабинете физики. Набор для проведения опытов по оптике, средства для мыльных пузырей и кусочек пластилина. Что-то, какую-то экспериментальную задачу при помощи всего этого дети должны будут сегодня решить. В уголе физика – набука, яка не страчивая своей актуальности. Моцные физики, выпускники белорусских школ, поступают навод у США. Я умею зажечь, я сам всегда стремлюсь к каким-то самым большим вершинам. И детей тоже приучаю к мысли, что можно быть лучшими. У меня есть уже четыре человека, которые ездили на международные олимпиады и привозили оттуда медали. Один из них сейчас учится в Принстонском университете, в штате Нью-Джерси. То есть пригласили его туда учиться после Московского физико-технического института. И остальные международники тоже сейчас учатся в Москве, имеют большие перспективы. Один из них собирается ехать учиться ЭКОЛЬ. Это инженерная школа в Париже, лучшая во Франции. Поэтому, когда я дарю детям мечту, интерес к физике пропасть просто не может. Например, как бы не возникало спредших, что у выполненной олимпиадной работе не было, например, КОСКИ, а после раптом заявилось, все задания сканируются и досылаются у Республиканский институт к контролю ведом. В этом году, как и на третьем этапе, так и на четвертом заключительном этапе, то есть после проведения каждого этапа все работы шифруются, а затем сканируются и заоружаются в облачное хранилище в РИКС. После того, как они отсканировались, то есть уполномоченными лицами проходит процесс передачи на бумажном носителе бланков ответа учащихся председателю жюри. Выники заключного этапа Республиканской Олимпиады станут вядомые завтра. Самых разумных и эрудированных выберут с 31-го знавца и физики и 27-ми астрономии. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Международная выстава «Вясна» у «Гомеля-2020» отбудется. Але виртуальная. Самая масштабная региональная выстава краины все лето будет працавать в новом формате. Экспозиция проставит экономичный потенциал региона, а так само пропоновый замежных партнеров, затекавленных в супрацовнистве. Гомельское отделение белорусской гандлево-промысловой палаты распрацавало специальную электронную пляцовку. Новый формат позволит размещать информационные визитовки компаний, презентации, рекламные ролики, коммерциальные пропоновые и иншие материалы. В программе онлайн-перамовы, вебинары, презентации продукции и послуг майстер-классы ромесников. 21-я международная выстава «Вясна» у «Гомеля» почне свою работу 25 мая и завершится 10 червяня. Электронный кермаш вакансий пройдет у «Гомеля» 14 мая. Больше за 100 працовных месяцев пропонуют 4 предприемства областного центра. Станка «Гомель», «Гомсельмаш», «Гомельский завод летяй-нармалей» и «Завод станочных вузлов». Суискальники могут удокладнить умовы працы и оплаты на один информационный пляцовцы и векансе «Кропка-Биуай». Представники кадровых службов предприемств в онлайн-режиме проведут по переднюю гутерку. Потенциальные работники могут передать резюме. Кермаш будет працывать с 10 до 12 годин. Зараз КГ похолодание. На ближайшие дни в Беларуси заховывается штормовое попереджение. В ночный час на территории региона чекаются заморозки до минус шторых градусов. Уладальникам присядзибных участков раяц накрыть городненные культуры пленкой тис-панбондом. Завтра в день температура поветра складе уся года десяти тепла. Махчимы дожжи. По попередних прогнозах характер на дворе изменится только наприконцы наступного тыдня. Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго. До встречи в эфир. Де-факто на «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Порывы ветра, которые накануне достигали 19 метров в секунду, испытали на прочность деревья в областном центре. Некоторые из них не выдержали и сломались. Так произошло на улице Гагарина в Гомеле. Натиск непогоды не выдержала массивная береза и придавила легковой автомобиль. Никто не пострадал. Тем временем в Светлогорске спасатели не дали сгореть магазину с продуктами. Накануне в микрорайоне «Молодежный» пламя охватило торговый павильон. В огне была холодильная витрина и подвесной потолок. Предположительно, неисправность электрооборудования и стала причиной пожара. Работники МЧС оперативно справились с возгоранием, но часть товара была уничтожена. Продавцы не пострадали. А в Гомельском районе работники экстренной службы спасли из заброшенного колодца корову. Инцидент произошел в деревне Ивановка. Глубина пустого колодца – 2 метра. Без посторонней помощи извлечь из него корову не представлялось возможным, поэтому местные жители обратились за помощью в МЧС. Спасатели подняли животное на поверхность при помощи погрузчика и хозяйственного пожарного рукава. Все прошло гладко. Ветеринарная помощь корове не понадобилась. В Новобелевском районе Гомеля оперативники выявили факт хищения дизельного топлива. На кражи попали сразу два водителя местного комбината. Один проработал на предприятии четверть века, другой устроился недавно. Схема была проста. Километры наматывали, бесцельно катаясь по городу, а в путевых листах отмечались фальшивые точки маршрута. Иногда на указанных объектах даже не было канализации. Один из подельников сливал излишки топлива у себя дома, другой – недалеко от комбината. За год осенизаторы незаконно присвоили топливо на 1200 рублей. Оперативники Жлобинского района изъяли у жителя деревни Ракета почти 3,5 килограмма некурительного табака. Мужчина хранил на свае дома под кроватью. Вещество было обнаружено сотрудниками наркоконтроля в ходе проверки места жительства ранее судимого мужчины. В итоге на осельчанина составлен административный протокол. В Ветковском районном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении трех браконьеров, которые в период нереста пошли на промысел с сетями. Общая длина незаконных орудий рыболовства составила более 100 метров, а закинули их в озеро около деревни Старое село. С помощью сетей мужчинам удалось поймать 22 особи озерно-речной рыбы. В переводе на деньги размер вреда, причиненный окружающей среде, составил почти 6000 рублей. Кроме уголовного преследования, теперь браконьерам грозит и крупный штраф. На сегодня все. В студии работал Руслан Габрилев. До свидания. Еще три гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. В одной восьмой финала борьбу начнут команды, которые заняли места с пятого по двенадцатая по итогам регулярного этапа. Светлогорский ЦКК сыграет с Минском. Это противостояние в числе самых интересных. На первой стадии чемпионата команды набрали одинаковое количество очков. По результатам личных встреч выше в турнирной таблице оказалась светлогорская дружина. Первый матч состоится завтра на поле Минчан. Начало в 14.00. Ответный поединок, хозяевами которого будут игроки ЦКК, состоится в жлобине 17 мая. Дело в том, что домашняя арена светлогорской команды не допущена к матчам плей-офф из-за размеров площадки. Явных фаворитов нет в еще двух парах одной восьмой финала. Динамо БНТУ Борисов 900 и УВД Динамо Охрана Динамо. А вот в противостоянии Щучина и Дорожника на интригу рассчитывать не приходится. Все матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу будут проходить без зрителей. Все состязания по волейболу в этом году завершились досрочно. Не все команды смогли до конца реализовать свой потенциал. Есть и те, кто остановился в шаге от золота. В этом сезоне Гомельскую область в чемпионате страны представляли три профессиональные женские команды. В дивизионе А выступала мозырская жемчужина Полесья. Она же по итогам чемпионата заняла первую строчку в турнирной таблице. В дивизионе Б играл фарм-клуб «Жемчужины Полесья» и «Гомельская надежда». Младшие жемчужинки замкнули тройку лидеров. Следом за ними расположились и гомельчанки. Напомню, что в двух минувших сезонах «Надежда» побеждала. Что касается мужчин, то в обойме национального чемпионата также три коллектива. Это «Энергия» в дивизионе А, «Энергия-2» и «Бумпром» в дивизионе Б. Фарм-клуб «Энергетиков» остановился на пятом месте, а вот «Бумпром» на втором. Прошлый сезон, напомню, принес клубу золотые медали. Есть мнение, что досрочное завершение чемпионата не позволило гомельчанам подняться на высшую ступень пьедестала. Это был очень эмоциональный сезон. Большое количество команд могли занять первое место. И все, естественно, хотели стартовать в плей-офф с первого места. Поэтому соперничество было очень жарким, очень напряженным. Мы вышли на пик формы. Наш главный тренер Николай Веремей сумел этого добиться. Это было заметно. Плей-офф мы не успели доиграть. Хотя очень эффектно и очень уверенно его начали. Завершился хорошо сезон и для «Энергии». Команда заняла третье место в чемпионате. В копилке у команды и вторая к ряду бронзокубка Беларуси. В этом году чемпионат проходил в новом формате. В каждом туре команды играли по одной игре. Изменилась и структура соревнований. Теперь в ее основе трехкурговой турнир плюс плей-офф. В сезоне в этом команда также уверенно находилась на третьем месте. И, можно сказать, заслужила эту строчку. И остались, так сказать, негласно бронзовыми перезерами вновь. Команда тоже сильно обновилась. С учетом прошлого года пришла молодежь достаточно перспективная. Опытные ребята, такие как Роман Аплевич, капитан, помогают этой молодежи. Он заряжает их энергией и делится своим опытом игровым. Хороший тренер Дмитрий Лихорад, который также, я уверена, очень много чего даст этой команде. Впереди старт пляжного волейбола. На сегодня запланировано проведение первого этапа чемпионата страны среди мужчин и женщин. Предварительно стартовые матчи пройдут в середине июня. Место проведения пока определяется. Также отмечу, что есть устная договоренность о проведении финала Кубка Беларуси по пляжному волейболу в Гомеле. Помощь в трудную минуту Елена Левченко передала Гомельским больницам тысячу масок. Об этом белорусская баскетболистка сообщила в своем аккаунте в Инстаграм. 500 масок спортсменка передала в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Еще 500 получили медики Гомельской областной клинической больницы. Елена Левченко, уроженка Гомеля. «Спасибо всем врачам и медицинским работникам за то, что вы делаете. Вместе мы всегда сильнее и можем сделать многое. Берегите себя и своих близких», – отметила баскетболистка. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова